итак ребята всем привет вы на канале буран гараж 35 это будет очередной бложек и начнем мы его с отправки съемника который мы разыгрывали в прошлой серии победителя в этом конкурсе определили вы сами поставили самое большое количество лайков под именно этим комментариям то есть творческая студия youtube последнее загруженное видео почти две с половиной тысячи просмотров заходим еще и раздел комментарии открываем смотрим комментарии под этим видео и комментарии получается где ж он есть а вот комментарии пользователя флаффи бачин открываем прочитаем буран на бураном владею примерно два сезона подарили на 18 лет и остался от отца с другом откапывалось сарая старенький бурашка но бода и потихоньку осваивал русскую технику получаю много удовольствия от ее недавно приобрел буран недавно приобрел был альпину поменял только подвижную часть вариатора она вторую не решился вот и и тут видосик попался на глаза как раз съемник пригодился бы спасибо огромное андрею всегда ответить на вопросы которые я ему часто сдаю вконтакте продолжая вести канал в том же духе очень интересно смотреть про технической участника ходобора я вам писал комментарий ну соответственно я поставил лайк и написал пиши на ватсап адрес отправлю съемник адрес он не написал это поедет съемник северодвинск бачину руслану красавчик съемничек свой все упаковываю едем на почту и отправляем заехал на ремонт на ремонт на ремонт росомаха 800 800 в он же у меня был летом на предсезонном об обслуживании то есть я ставил ему балку меня в маслом моторе обслуживал подвеску так 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 причина такая парня то есть стояли морозы чё у нас в этот год там и 35 до виллой 40 градусов и снегоход начал очень плохо запускаться то есть пык-пык мы пык на но не запускается получается как то есть еще накинем его два аккумулятора один сидит под сиденьем аккумулятор это у нас 18 9 ампер час и 270 пусковой и второе к б у его это я я ему уже ставил сюда это сорока пятка ну типа del matisse 360 ампер час пусковой ток вот что получается какие какие признаки вообще были то есть высаживать оба аккумулятора до мороз не может запуститься он хозяин ставит вот этот аккумулятор на зарядку ночь заряжает снегоход буквально там пять раз стартер крутит на шестой раз он уже не крутит и все в итоге причина причина банально зарядка у его есть до зарядка есть а вот этот аккумулятор он дохлый и получается он ведь а как бы он стоит у меня и у его напряжение падает постепенно сейчас мы подождем секунд 20 и она упадет на восьмерку и так она будет падать до 9 вольт то есть он зарядку берет но он ее моментально тут же как бы просто-напросто стоявший он ее выдает и получается что вот этот аккумулятор садит вот этот аккумулятор когда снегоход стоит когда снегоход едет вот этот аккумулятор нормально заряжаться этот соответственно ну тоже под заряжаться но как только встал заглушил сразу он вот этот аккумулятор начинает сосать тот изначально в этом снегоходе было два вот таких аккумулятора этот у нас засовываться вот туда у его ниша вот так вот а второй стоял вот здесь для этого сделано в сиденье вот такая выемка то есть второй стоял здесь один уже испортился давно этот еще работал до этого года до сильных морозов сейчас он перестал работать как то вот так то есть сейчас просто-напросто выкидываем из сети вот этот аккумулятор убираем его и 1 40 пятки для этого двигателя будет достаточно то есть он будет и заряжаться нормально и запускать мотор нормально почему на этой версии снегохода стоит два аккумулятора потому что мотор 800 то есть объем большой и чтобы толкнуть такой двигатель соответственно завод ставил два аккумулятора на шестисотых версиях я думаю снегохода там стоит всего один аккумулятор большой аккумулятор сюда не поставить так как нету места просто-напросто для аккумулятора они ставят ну то есть на 800 версию они ставят два аккумулятора как так сейчас у меня подцеплен то есть этот откинут подцеплен этот то есть ну я просто-напросто сначала запустил посмотрел зарядка идет 14 3 как надо почему высаживаться я стал тот аккумулятор отцепил померил вот цешку поставил тут мерить ничего не надо он сам по себе стоит и он сам по себе садится если включить просто-напросто зажигание он еще быстрее будет садиться и зажигание по моему я смотрел на этом аккумуляторе на этот вот включили зажигание то есть приборка даже не загорелась и на аккумуляторе вот такая ситуация то есть выключаем кнопку чик он там подкинет час восстановится до 10 с копейкой то есть силы в этом аккумуляторе уже никакой нет его на сдать просто-напросто и все он вот может только поддерживать часы на раз уж его пригнали то еще сделаем манипуляцию это снимем электро стартер и сделаем ему ревизию находится стартеров на этом двигателе вот тут вот там вот поэтому снимаем и почистим его от ревизирован поставим обратно стартер я извлек 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 извлекается таким образом нужно таль подцепляете двигатель вывешиваете почему потому что так вот одна часть кронштейна она она сидит вот на вот этой площадке а вот вторая часть кронштейна то есть грубо говоря из этого кронштейна не вытащить стартер пока не открутишь кронштейна кронштейне открутить пока не вывешиваешь двигатель перед тем как вывешивать двигатель отцепляете пружинки гушителя пружинки гушителя и вынимаете графитное кольцо это обязательно чтобы его не сломать она графит ну да чисто графит на на один такой все то есть его очень легко сломать но соответственно воздушный фильтр и ведомый шкив вариатора чтобы это просто для удобства пока откручивал шкив увидел что лопнула рама то есть вот в этом месте это уже надо копить и в том месте и вот там тоже это уже надо под капремонт рамы получается на снимать коробку но это уже не сейчас сейчас я только подожму коробку в ту сторону немножко сколько смогу и полуавтоматом продюшев и не знаю там получится у меня не получится но вот это точно получится так это ладно и заметил что получается все везде масло и вот здесь я уже вытер масло вынимаю щупа там 0 то есть на моторе нету масла хотя перед сезоном я его обслуживал и был было залито выше уровня вот короче получается было вот здесь все масло масло и вот на этой башке то ли течет масло не могу понять то ли течет масло из под клапанной крышки из под клапанной крышки или из-под самой башки вот это не тот самый остается загадкой но это башка вся в масле то есть эта башка вся сухая это все масле ладно сезон уже не этот самый не за горами конец поэтому бахнем еще один уровень масла поездит поездить посмотрим если у будет то будем уже разбирать ну то есть вот ловите как там я вытер тряпка под кронштейном и на кронштейне видно что свежее маслицо присутствует убираем стартер варим раму мы собираем все на место в принципе тут ничего криминального нет отсюда я выдал пыль уже все щеточки в хорошем состоянии что эти что те то есть еще щетки есть так а люфтец вот этот продольный он убираться вот такими регулировочными шайбами так и по сути дела сейчас попробую найти одну шайбочку мы такую подкинем и люфтец будет поменьше все помоем вот эту крышку тут немножко с гадости есть гадости есть а гадость это скорее всего потому что они держат сальник от сальничек вы можно заменить сальничек можно заменить потому что если вот стартер попадать масло то есть да стартер у нас стоит прямо в картере в полости двигателя то есть если сальник будет пропускать то масло будет будет полный стартер все полностью собрано зарядку у нас показывает на приборке 13 и 5 а по факту зарядка 14 но это она скачет тут потому что плохой контакте если под нажать до 14 3 как-то так а если в итоге в итоге зарядка будет вот час на аккумуляторе пока 12 7 в итоге немножко ну и здесь вот час ровно показывает 27 ну как бы этот аккумулятор заряжался но он может там заряжался он недолго то есть у пацанов в сервисе стоял может часа два он был тоже в районе 10 или 11 как-то так так осталось мне осталось мне то есть я все обратно вернул мотор полностью по моему прикрутил не по моему прикрутил проводку все обратно собрал как было на хомутиках на хомутики проводку собрал осталось поставить воздушный фильтр воздушный фильтр а перед этим заменить масло в кпп подварил раму вот здесь так получилось шовчик наложил начал а покрасить дум немножко и вот тут немножко пяточку подварил ну все хотя бы коробка не болтается этот сезон до ездит а там дальше будем думать час будут часто выезды на озеро воже посмотрим если разорвет вот это то что я заварил то будем вычинивать если не разорвет то так и оставим хозяин сказал на самом деле это лучше починить потому что потому что если начнет рвать дальше и не уследить за этим там вообще просто-напросто чинить нечего будет просто все разорвет все разорвет и потом придется больше куб больше больше работы производить подъехал донат сегодня у нас вкусняшки большая пачка чая пригодится нутелла фигася мы чаю выпьем перчаточки перчаточки ну как и говорил всегда 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 пригодятся перчатки две пачки пригодятся ферри ферри это тоже хорошая хорошее средство для мытья рук можно и посудку помыть видит смотрите сколько вкусняшек две банки кофе 1 2 даже разные 1 год другая депт дарк щербетик для упаковочек эти вкусняшек не съездим она на месяц хватит хотя сколько ко мне парней приезжать принц сажу все две пачки и юбилейного печенье бисквиты аленка пирожные козинаки разненькие всякие таки веков всего по 2 и вот таких конфеток еще тоже две упаковочки вот так вот это приезжал подписчик забирать вот этот мотор который мы в прошлой серии с вами запускали то есть большое тебе георги спасибо вкусняшки вкусняшки они есть вкусняшки надолго хватит огромная благодарочка стоят обслуживание своего снегохода загнал чуть-чуть поделать но в итоге разобрал опять помню не полностью но практически ездил я то есть у меня стоит дэшный резонатор вон он лежит дэшный резонатор и был выхлоп сделан в бок через капот то есть в капоте вырезана здесь отверстие сюда выходил выход такой выход блин как бы он нормальный да то есть он не в гусеницу но блин надоело едешь и у тебя правая партошина хоть и ездишь на хорошем масле все равно правой штанины от штанов именно вонят маслом все это надоело решил попробовать как бы не стал делать в штатное место вот сюда у меня здесь даже дырки нету ничего не то есть у меня рама по новой вареная я уже ее завод ну как бы изначально я не делал поэтому попробую сделал вот так вот такую дрень варил сюда трубу и будет выхлоп сделан как на как на буране лидере то есть на лидере на новом уже сделано вот так осталось мне то есть сюда закладную я варил но это кусочек вырезаны с той стороны он тут с трубочка идет в трубка там сантиметров 10 на на в сам гушитель входит получается и остается это уже по месту по месту когда накинется весь гушитель это по месту вот колено сварится и приварится два ушка под пружинки под пружинки чтобы это все можно было стягивать пружинками больше всего загнал его из-за того что погнули все рулевое рулевое у меня переделана на тягу стабилизатора сама тяга живая за с 14 с 14 года одна и та же ездит не порвалась ничего так вот на соплях съездила временно что временно что то пацаны постоянно и погнула грубо говоря вот распилил так вот видно на то есть править ее бессмысленно и просто поставлю новую вот этот кусочек вырезал он висит руль вот там вот сушится варил его варил его в руль то есть получаться перемычку сделал ну чтоб руль пожестче был и как у меня друг сказала это зубовы убивать или на а так ждем запчасти на пригнали динго-дринго но вот тут мотор который лежит ждем на его запчасти не сегодня завтра должен сегодня уже не приедут точно может завтра послезавтра приедут и будем собирать на его дрогатель и на бар пиху вчера я отправил человеку поршни а сегодня не отправил цилиндр поэтому бар пешка наверное в этот сезон тоже поедет надо в срочном порядке сейчас будет раскидать бар пишный мотор посмотреть на состояние поршня если там ему еще печаль беда то заказать поршень новый поедет с питера с питера доедет за три дня поэтому как бы надо чтобы все сразу разом пришло все быстренько сделать собрать запустить и чтоб еще покатался прошло несколько дней почти что собрал свой снегоход ну и как говорил мешать переделал рулевое передел ну как передел то есть она у меня уже будут давно было сделано так на рулевой на рулевой тяге даже эта стойка стабилизатор от легковых машин вот эту я купил сейчас новую не знаю какой машины но понравилось что тут сама как бы сама лось она 10 миллиметров до этого стояла тяга вот такая 8 миллиметров вся испилена изрезана это было как как обычно все временно но что временно парнем все постоянно то есть вот такая тяга она в принципе хорошая не люфтит и они сломала не разорвала положу ее просто запасе возить просто так то есть тут все переделано и получается ну руль тоже все поставил все собрал получается вот если так обратить внимание то вы же на месте стоит руль у нас ну его на шатать нормально чтобы он что то есть шататься вся рулевая колонка здесь сюда присмотреться вся рулевая колонка руль стоит на месте и вот есть такой люфтец то есть вы же сейчас на месте стоит на рулевая тяга шевелится это у нас люфт шкворень и получаться скоба крепления самой ресурсы здесь у меня давно уже переделана тоже на 10 болты прочность 10 и 9 по моему 12 ну и там и там то есть рассверлено вставлена сама сама рессора крепится тоже на болт по моему им двину они тоже 10 но над какой-то машины он у его тело 11 сам болт резьба 12 перепаял всю проводку на влагозащитные разъемчики сюда все подпаял то есть грубо говоря получилось вся коса на влагозащищенных разъема кроме вот эта эта фишка у нас идет на капот где-то блин есть ящиках не знаю не могу найти в гараже разъем от компьютеров от компьютеров но не могу найти может сейчас поищу еще раз и может и найду конечно как сказал вы его гушитель в это место сам гушитель немножко пришлось то есть он был у меня в бок вот в этом месте да здесь отверстие заварил и вывел его сюда вывел сюда и немножко не знаю почему но резонатор перестал подходить то есть по своему месту не встает и все ничего с мотором принципе не делал но не подходит и все пришлось здесь отрезать и наварить ну что тут наверно сантиметра три на вставку приварена вставочка добавил еще у меня капот сделан ограничитель капотов такими были не знаю но обычно проволокой короче на проволоку одет шланг капот то есть он стоит жестко снегом капот не отгибает не наталкивает снега сюда под капот здесь сделана резинка резинка какой-то машины то есть уплотня капот капот ставится плохо как бы надо возиться с установкой капота дако достающую но если его поставил все я лень к подходит все четко здесь счет не проварил здесь шовчик на проварить и с той стороны и добавил их не было и вот эти бока у меня отгибала и как бы набивала сюда снега но сейчас делал все нормально будет все четенько и и и и решил сменить приборку у меня было вот так это сейчас все на пути будет было вот столько дырное в не наделано то есть здесь стояла кнопка стоп изначально здесь была кнопка света ну соответственно сам спидометр датчик температуры здесь замок зажигания буду вот эти два здесь от тросик смотка вот это вот эта смотка была здесь стояла два тумблера один тумблер был на подогрев курка газа один подогрев ручек здесь был праймер здесь был топливный корректор замок зажигания в этой приборке нету здесь то есть ну как бы он у меня был изначально здесь слишком много дыр в ней она еще видите как на ее приклепана эта планка из пластика а изначально по сути тут вот такая дырень потому что раньше место датчика температуры стоял еще тахометр тахометр на буране толком не работа поэтому я от него отказался куплю просто прибор очку прибор очку получается сейчас здесь разметил здесь вырежем под датчик температуры немножко побольше отверстия сделан под спидометр так как спидомет место и спидомет стоит от кожулей от шестерки он немножко больше диаметром под него расширен сюда встанет топливный корректора вот это отверстие будет пустое но так как тут датчик мы его запаяемся то есть сделаем вставочку и запаяем 100 стороны и вот это отверстие тоже запаяем так как здесь должен быть по сути дела на новых буранах замок зажигания а я уже рассверлил отсюда здесь меня замок был почему на как на приборке выставлен потому что переключение передач здесь у меня то есть мне нравится с этой стороны переключаем передач чем с той стороны почему рассказывать когда вы застряли да допустим то есть чем вот это переключение передач удобнее чем с другой бы страны находилась когда вы застряли у вас под рукой все то есть вы и передачи можете переключить подгазануть притормозить чтобы переключить передачу если она не искусством до включаться то есть притормозить подгазануть включить передачу и тут же взяться например за спинку и подтолкнуть его газу и правильно логично удобно я считаю удобно а если было переключение передач с другой стороны допустим допустим в снегу по колено это то же самое что вы встанете на коленке перед снегоходом и будете тянуться до переключения передач до той стороны удобно не я считаю неудобно проще вот здесь оставить переключение передач не знаю почему конструктора инженеры до перенесли его на ту сторону но я думаю что удобнее переключение когда с этой стороны все сейчас распилим допилим опять работаю в ночь потому что днем не дают работу просто-напросто прият один поговорить 2 поговорить 3 z кофе попить и так вот грубо говоря целый день не даю толком работать как-то так поэтому сейчас доделаю приборку поставлю на место и будем заниматься съемниками после этого видео просто завалили завалили заказами на съемнике парни не обижайтесь кому например чуть-чуть если задержан сказал допустим например отправлю что 4 пятницу но задержу отправку до понедельника вторника просто-напросто у меня не как вам сказать не производства поэтому съемник я делаю их вручную каждый комплект они хотя и похожи эти съемники то есть как две капли воды каждый комплект вот но все равно это изготовление все вручную и занимает время это так все собираем приборочку ставим на место санки полностью собраны поставил глушитель уже запускал и мне честно говоря парни уже нравится рулевое уже стояла на месте ну и приборочка новенькая приборочка даже глаз радуется не то что было у меня все в дырах выглядит презентабельно новая она есть новая не как у меня была вся в дырах то есть и по подключению то есть включаем зажигание сразу включается датчики у меня так и было подогрев курка газа включаться теперь здесь был тут на тундре на приборке сейчас все под рукой то здесь подогрев курок газа греется здесь стоп двигатель как и говорил свет габариты первое положение загорелась фара и следующее положение это у нас свет основной кнопка стартера также стартер работает отсюда от замка зажигания все на этом все с ним наверно больше делать ничего не буду еще не показывал точно сделал то есть ограничители капота и сразу сделал закладной болтик закладной болтики куплю профиля 15 на 15 на может 10 на 10 и отсюда пойдет распорочка в этом месте если вот так прикинуть то она будет как-то вот так вот такая вот распорка ремню вариатора она не будет мешать тут проходит рука но она добавит жесткости рулевой колонки то есть вот этой болтанки уже не будет все хлипко и у нас вот это стойка она держится за счет только руля получаться то есть мы вперед-назад она и сейчас никуда не двигаться то есть если ее подергать от права влево хоть она не закреплена она все равно ходит надоело это все дело и сделаем закладную сразу сделал сделаем распорочку и вот четенько будет четенько ну и остается вот по сути дела остается только сделать распорку и обслужить вариатор снять его помыть просто помыть ремкомплект я в нем менять не буду потому что перед сезоном я меня он еще хороший помыть разработать вот эти ролики скорее всего они опять под зажжевели ну еще больше с ним делать нечего ну и заодно покажу это на на скорее всего следующее видео будет покажу парни просите сами же в комментариях пишите как например откручивать вариаторы то есть у меня есть все три вариатора это альпина артик и сафари там альпин у меня штук 5 на есть артик один пока вот этот и сафари два вариатора то есть покажу на примере всех трех вариаторов разных покажу как они откручиваются закручиваются что там не так съемники готовченко тоже сейчас поедем отправлять сделал пять комплектов и один комплект у меня он там уже упакован лежит и такая проблема только что ездил в магазин у меня не было вот таких болтиков гайчик там комплектующих некоторых не было нету болтов то есть болты я покупаю 88 длина у их 160 миллиметров нету таких болтов наличие то есть вот получается здесь на два комплекта и там третий всего на 5 отправить пять комплектов получается два комплекта придется задержать еще сегодня пятница и поэтому скорее всего привезут может понедельник-вторник поэтому будет отправка в понедельник-вторник блин не ожидал конечно такого что не будет болтов наличие есть наличие болты 5 и 8 но смысл их как бы уложить нету то есть все метизы которые используют они все 88 что эти вот и даже вот эти болтики это 88 ну соответственно эти тоже 88 вот они они как шпильки до сделаны но вот от них отрезаны шляпки и они были тоже 88 скорее всего в последующих комплектах это наверно будет будут последние вот комплект отправлены в которых будет вот этот съемок в принципе он не очень такие и нужен он редко по на ну как кому нужен и обычно получается так что они справляться своей задачей то есть просто напросто вот эту шайбу выгибает и все как бы как то так хочу его исключить поднялась цена во первых на метизы и во вторых на металл поэтому как бы если съемник этот не убирать то придется поднять цену на весь комплект не хочу принципе цена меня которая сейчас есть более менее устраивает поэтому я уберу вот этот съемник а все остальное останется то же самое ну и соответственно цену пока что сохраним до следующего повышения цены на метизы как-то так все едем отправлять и заодно заберем коленвал на на динго-дринго и на брпешку пришел тоже цилиндр то есть заберем запчасти и следующей серии будем собирать мотор на дринго